На седьмом телеканале начинается наш дневной эфир. В студии с вами Татьяна Милимко. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Всемирном Дне Джаза, который отмечается ежегодно 30 апреля. Все верно. В гостях у нас Алексей Петухов, джазовый композитор и музыкант, и Михаил Фрейдлин, продюсер Международного Дня Джаза ЮНЕСКО в Одессе. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Итак, расскажите о празднике самой. Международный День Джаза, или как Всемирный День Джаза его еще называют, да? Что это за праздники? Почему ЮНЕСКО действительно выбрал именно джаз? Не рок, скажем, не классику. Да. Действительно, вот глобальный праздник. И мы тоже задаемся этим вопросом. Вот и с Алексеем мы это, и со всеми музыкантами обсуждаем, почему джаз. И, честно говоря, очень радуемся этому, потому что, ну вот именно джаз. Дело в том, что джаз синтезирует, интегрирует в себе многие музыкальные искусства. Академическую музыку. Вот. Вчера Николай Игоревич Калаччапов говорил, что джаз тоже классика есть. Классический джаз. Поэтому правильно говорить не джаз и классика, а джаз и академическая музыка. Вот. Этно-музыка, это рок. Все. Вот джаз это синтезирует. Более того, джаз синтезирует в себе всевозможные инструменты. Там даже на ложках играет, понимаете? Вот. И поэтому и джаз это некий символ внутренней свободы. Это то, что раздвигает границы. То, что делает людей, сближает людей, скажем так. И джаз является, поскольку это ООН, поскольку это ЮНЕСКО, то есть таким образом джаз является послом доброй воли. Это некий сигнал мировому сообществу, ну, прежде всего, арт-сфере, что давайте объединяться, потому что мир, так скажем, не очень здорово выглядит. Давайте импровизировать. А искусство, культура, красота должна, в общем-то, спасти мир. Ну, и мы считаем, что джаз это вот тот самый вид музыкального искусства, которому, ну, и следовало бы вот всячески повышать тонус, повышать настроение людей, психосоциальное настроение, выводить их из депрессии и всячески способствовать, в общем-то, в тяжелые, особенно непростые времена, способствовать, придавать какую-то радость. Сам этот праздник довольно молодой, верно? Когда его начали отмечать? Семь лет назад. Это мой седьмой раз. Мы поговорили, конечно, пофилософствовали немного, да, о важности джаза и музыки в целом для нашего будущего, но какая была причина и кто основатель этого дня? Основатель ЮНЕСКО и, наверное, Хэрби Хэнкок. Да. Это виднейший джаз. Википедия дает такую информацию, по крайней мере, точно. Похоже, это и есть школа Телониуса Монка в Нью-Орлеане. Вот они как бы являлись, видимо, инициаторами этого проекта и большие молодцы, надо дать должное. Являются послами доброй воли и как бы лично, и коллективно. Ну, вот это вот семь лет назад произошло. Празднуют, ну, практически концерты 30-го или накануне, или вот 30-го апреля практически во всех городах мира. В крупных городах, да? В крупных, да. Около 300, вы говорили, да? Ну, около 200 стран, в общем-то, чуть более 200 стран входит в состав ООН. ЮНЕСКО, ну, я думаю, в 150 странах наверняка это дело отмечают. Ну, в крупных, в основном в крупных городах. Так что вот так. А с какого года Одесса принимает участие? С первого. С первого года? С самого первого года. А почему вот приняли решение в Одессе проводить и организовывать, поддержать этот день и инициативу ЮНЕСКО? Ну, город-то джазовый. Часто достаточно называют Одессу джазовой столицей. Ну, уж как минимум Украины, это уж точно. А Леонид Утесов даже как-то сказал, что Одесса — это родина джаза. Вообще джаза. Ну, и мы тоже так фантазируя думаем, что в Нью-Орлеан наехали одесситы и вместе с африканцами, так скажем, в общем-то создали вот этот вот синтез, помогли им стать родиной джаза. Ну, шутки с шутками, но мы стараемся не дать джазу умереть на его родине, то есть в Одессе. Алексей, а вы как считаете, действительно, Одесса — это джазовый город? Ну, безусловно. Безусловно, у нас очень много джазовых музыкантов. У нас есть площадки, где регулярно происходят джазовые концерты, джаз-карнавал, фестивали. Это довольно-таки масштабно. Не каждый город в Украине, наверное, похвастается таким количеством и джазовых музыкантов, и количеством концертов. Джаз — еще и это свободная музыка и легкая музыка, музыка, которую надо играть легко. Я правильно все говорю? Как вы считаете? Ну, легкая — это, наверное, субъективно. Субъективно я имею в виду играть ее, да, наверное, так, чтобы она давалась пальцем. Ну, да, это такой процесс очень интересный и увлекательный. Это как игра, да, вот когда музыканты собираются, и все настраиваются на определенную волну, и друг друга как бы помогают, вовлекают, и все это приходит на какой-то следующий уровень, новый уровень. Это очень увлекательно, интересно. И зрители при этом чувствуют себя вовлеченными. Это все, это такой общий процесс музыкантов, исполнителей и публики. Поэтому публика, это живая музыка, прежде всего, да, она видоизменяется на ходу, импровизация. Поэтому это очень интересно, и в следующую секунду не знаешь, куда это может пойти, где закончится и так далее. Я почему заговорила о легкости как жанра музыки? Потому что мне кажется, что одесситы тоже по характеру и темпераменту очень похожи на джаз, да, где-то можно сказать, что непонятно, в какую сторону пойдет сейчас. Знаете, вот интересный поворот о легкости. Легкость, она дается только в тех видах искусств, ну и вообще жизнедеятельности, где вы обладаете профессионализмом, то есть глубокими знаниями, профессиональными навыками, но и главное, креативом в голове, понимаете, вот тогда появляется ощущение легкости у зрителя. Думаешь, ну вот как Алексей Кузнецов, Алексей Петухов, ну у нас был и Юрий Кузнецов, и Тарас Кузнецов, у нас очень много потрясающих музыкантов, а Сергей Терентьев, например, ну вот я говорю, например, о Леше Петухове, невероятно просто. Вот он как-то скромненько, вот его крупный недостаток, скромный человек, вот, но когда он сидит за роялем, понимаете, больше ничего не надо от него, вот он говорит, и создается ощущение легкости. Почему? Да потому что он, понимаете, он способен передавать чувства, мысли, смыслы, это очень важно, смыслы передавать вот так легко пальцами, понимаете, душой. Вот, и это воспринимается. Я вообще думаю, зачем там эсперанто, еще какие-то языки, когда язык музыки, в общем-то, он способен людей вот как-то, как вам сказать, объединить, вот создать что-то общее. Универсальный язык общения. Универсальный язык общения. И понимание друг друга, правда? Да. Я вижу, что вы принесли плакат, я хочу его показать. Алексей, вы тоже будете выступать? Да. 30-го числа в Одесской филармонии. Какую программу готовите? Расскажите, прежде чем мы проанонсируем выступление еще других музыкантов, какая программа будет? Ну, в моей части, скажем, концерт состоит из двух отделений. В первом отделении я поучаствую немного, я лишь сыграю одну пьесу. Это Джордж Гершвин, тема, который называется «The man I love» или «Любимый мой». У нас же участвует объединенный оркестр, это наш биг-бенд училищный Николая Яковлевича Галачапова и камерный оркестр Игоря Леонидовича Шаврука. У нас такой масштабный-масштабный оркестр. И будет исполнено, ну, дальше мы об этом скажем, вот я исполняю одну пьесу именно в таком составе, как «Рояль» и концертная пьеса. Вот. А во втором отделении у нас блок с очень замечательной американской, но трубачкой Рэйчел Террен, она канадского происхождения. Трубачка, которая на сегодня находится в высшем эшелоне джазовом, у нее несколько престижнейших наград, у нее туры, Европа, Канада, Штаты, вот весь регион. Она необычайно востребована, и вот мы с ней сыграем на концерте. И джазовая месса современного британского композитора Уилла Тодда и в исполнении камерного хора под управлением Юрия Кучеревского. И солистка Алина Ворох, очень известная у нас в городе оперная. Но она настолько универсальна, ну вы знаете, кто знает Алину Ворох, она поет джаз, она поет классику, прежде всего она солистка оперного театра. Она играет на саксофоне, она играет на гитаре, еще чего только я даже не знаю. Потрясающе. Да, и вот мы завершим джазовое месса, и будет очень много импровизации, будут сюрпризы, будет еще много чего там. Ну, я тогда дополню. Алексей говорил о своем личном участии в разных проектах внутри большого-большого концерта. На самом деле, вот объединенный оркестр, там, по-моему, больше 50 человек будет. И скрипичная группа, и духовая, и все, так скажем, ритм группа. Но в самом начале будет исполняться концерт, фортепианный концерт Николая Капустина. Фортепианный концерт будет Настя Краснобаева играть. Замечательная пианистка, она молодая, ну, в общем-то, совсем может сказать. Но для меня это было большой неожиданностью. Я знаю, что концерты Капустина, они очень сложны. Но я вот побывал на репетиции и понял, что эта девушка, у нее большое будущее. Она наверняка пойдет далеко вперед. И то, что мы впервые услышим собственное произведение Капустина здесь, в Одессе, по-моему, в Украине тоже, да? Я не слышал никогда, что в Украине исполнялась. Это очень сложная музыка. В Японии, в Западной Европе, в США его исполняют. Он, ну, менее, может быть, популярен, чем Гершвин, но музыка очень яркая. Она мне нравится не меньше, чем... И она прозвучит на сцене. И она прозвучит. Вот Краснобаева будет играть фортепианный концерт вместе. Потом у нас в этом же, в первом отделении, будет скрипичный квартет «Гармония мира». Это профессионалы. Квартет, который играет уже больше 30 лет. Они играют разную музыку, но в этот раз тоже будет синтез и академической, и джазовой музыки. Ну и что еще, вот, Алексей... Катя Кравченко с большим, вот этим большим оркестром исполнит замечательный джазовый стандарт «Звездная пыль». Слушайте, я столько много всего запомнил за это время. Вот, благодаря Алексею. Ну вот, и концерт будет вести леди джаз Елена Шевченко. Сама по себе она интересна. Необычайная... Согласно человеку со своей историей, да, и ее... Необычайная эрудиция, и, конечно, она... Мы покажем джазовому сообществу, ну, ценителей, любителей джаза, мы покажем некую историю, видео, историю джазовой Одессы. Вот, и наших выдающихся музыкантов, начиная там от Леонида Утесова, ну, еще и далеко не всем заканчивая, потому что у нас сейчас появилось много молодых, талантливых ребят. Вот. Что Одесса в плане джазовости? Понимаете, мы тоже вот где-то в чем-то впереди планеты всей. Даже нынче. Вот мы провели всемирный... Мы провели конкурс, джазовый конкурс импровизаторов всемирного уровня. У нас больше, более там нескольких миллионов лайков только на наши видео, которые были, которые мы выложили. Сегодня это характеризм. Интересно, да. И публикации, публикации. То есть те люди, которые писали в интернете, это десятки тысяч. И вот мы говорили, почему ООН, почему ЮНЕСКО, почему День джаза. Да потому что мы как раз этим проектом... Он впервые прошел в Одессе, в Русском театре тогда. Это был интернет-проект. Мы объявили во всем мировом джазовом сообществе конкурс в интернете. У нас к нам заходило и более чем из 150 стран. Мы отобрали из многих тысяч, отобрали несколько сотен. И потом виртуальное жюри отобрало несколько десятков. Они приехали в Одессу. И как мы их пожребили, какие ансамбли не создавали. Да еще и в биг-бенд посадили партитуру. Все играли сходу. И все было идеально. Все было идеально. Было очень красиво. Уникальные люди, я согласен. Поэтому это Одесса. Поэтому вот это Одесса. И Алексей, кстати, был там лауреатом. Вот. Ну и... А наш мальчик, вот этот Джоуи Александр Сила, если уже говорить опять о глобал джаз-концерте, он открывал в Белом доме по приглашению Барака Обама, открывал глобал джаз-концерт. А у нас получил свой первый приз, Гран-при. Вот. В 16-м году. Вот такое было. Но это вот все крутится вокруг дня джаза. Понимаете? Поэтому мы вот такую информацию передаем. Но вы даете возможность выступать молодым музыкантом. Правильно? Демонстрировать свои умения тоже на сцене. Ну, Кравченко, Катя. 18 лет девочке. А выдающийся человек, она уже, понимаете... Или вот Краснобаева. Да. Вот. И я вам хочу сказать, что Алексей Петухов у нас еще очень молод. Вот. И у него еще... И он, ну, как вам сказать, такого очень серьезного уровня парень. Я знаю. Я посещаю концерт Алексея Петухова, да. И слежу за его творчеством. Не просто перспективный. Все знаю об Алексее, действительно. И очень горжусь им. Да. Спасибо. Ну, конечно же, у нас... Мы поддерживаем молодежь. У нас проводится еще джазовый конкурс в памяти Ростислава Кабаченко ежегодный. Где мы привлекаем молодых и детей уже там, юноши. Ну, с таких... От, скажем, детского возраста до возраста училищ. Вот молодежь привлекаем, стараемся их находить и... Вот, кстати, про молодежь, про детей. Вот у нас есть мечта с Алексеем, с Леной Шевченко, с Николаем Ильичем Голощаповым, с Майей Демерли. Создать детскую джазовую школу. Вот я к Лене Тихоновой обращаюсь. У нас есть детский джазовый хор «Забава» Светфана Смирнова, им руководитель. Вы выступали вместе, верно? Да, да, да. Понимаете, они в джазовой манере это делают. Дети. И вот если мы создадим детскую джазовую школу или там детскую джазовую студию, это вообще будет. То есть мы ускорим, катализируем эти процессы. Я бы добавил, что джаз очень увлекает детей. И вот первый раз, кто начинает играть джазовую темку, песку или петь, они так этим вдохновляются. Потому что там нужно побаловаться немного, да? Потому что там уже не остановить. Как раз. Ну там они делают свою работу достаточно ответственно, но им это нравится. Это какие-то дополнительные выступления, да, вот это их все вдохновляет. Очень здорово. И как бы дети развиваются, они все равно меняются в лучшую сторону при этом. Конечно, потому что музыка помогает. Мы столько раз здесь говорили о том, что она спасает, помогает жить. Я думаю, еще раз напомнить будет не лишним. Михаил, хотела вас спросить по поводу дебютного представления джазового театра Михаила Френдлина. Мюзикл «Сонька. Золотая ручка». Это сейчас будет или это было раньше, в предыдущий год? Это был джазовый мюзикл. Ну так мы назвали. Это ваша работа, верно? Это работа очень большого коллектива. Очень большого коллектива. Это работа, прежде всего, Яна Гельмана, чья пьеса, в общем-то, исполнялась. Чье либретто. Это Игоря Лосинского, это Сиана Лосинского, которая написала музыку. В конце концов, это театр музыкальной комедии, чьи актеры принимали участие. Это Дюк Тайм, который выступал. Это все мы. Это был объединенный такой оркестр. Ну все буквально. Когда представили? В прошлом году? Это было в 2016 году. И целое отделение, 45 минут, это был такой одноактный мюзикл. Мы мечтаем когда-нибудь его сделать таким полноценным. И будут лучшие времена, наверное, это удастся сделать. Я, кстати, нам тогда Валентин, продающий, очень здорово помог. Если бы не он, мы бы этот спектакль и не сделали. И Елена Ритькова, Елена Григорьевна, директор театра. Все пошли навстречу, понимаете. Все как-то... Как-то сложилось тогда. А у нас есть фрагмент просто. И я хочу, очень хочу показать. Небольшой фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одесса в боли бод Семьи-то На сентябре Одесса в бортон франка Одесса в больный бод Фрагмент из сонки «Золотой ручки», да, вот мы его посмотрели. Где-то можно его найти в интернете, да, целиком или нет? Можно найти и посмотреть. Но в этом году вы тоже готовите сюрпризы, да? Ну, мы уже о многих рассказали, но кое-что оставим, потому что бывают изюминки. На самом деле, вот сюрпризы готовят и Николай Ильич Голощапов, и Алексей Петухов. У нас вот девушка, которая на трубе играет, она, возможно, и в других проектах поучаствует. Ну, есть там, есть очень забавные вещи, которые могут возникнуть прямо там на сцене. На то он и спонтанный джаз. А кому бы вы советовали приходить? Советовали бы вы приходить всей семьей, с детьми, или, может быть, только искушенным слушателям, которые понимают, что такое высокая музыка, или вот все приходите и получаете удовольствие? Всем. Однозначно всем. Ну, те, кто любят и академическую музыку, любят джаз, очень много детей, это некий синтез. Понимаете, молодежи, особенно детям, надо показывать вот эти креативные виды искусств. Это очень важно. Тогда у людей, особенно молодых, появляется желание проявить себя тоже креативно. Вот это некие примеры. Это маяк. Мы же привыкли говорить в терминах морской Одессы. Это маяк культуры, на которой человек с измольства должен ориентироваться. Вот это очень важно. В любой сфере жизнедеятельности, будь то джаз, шахматы, или там экономика, все что угодно, вот креатив, понимаете, способность спонтанно мыслить, спонтанно импровизировать, где бы это ни было. Мы говорим о Жванецком, да, великий импровизатор в прозе. У нас живописная школа мощная, тоже импровизационная. Что у нас разве не было спектакля, когда Миша Рева с Юрием Кузнецовым одновременно один рисовал, другой играл, помогая друг другу творить. Понимаете, и у тебя тоже были, и Ая Перфирьева танцевала, и мы играли. В общем, это кураж, это нечто. Приходите за вдохновением 30 апреля. Пригласите, пожалуйста, всех желающих в 19.00. Ну, лучше, если это сделает Алексей Петухов, Алексей Николаевич. Да, я хочу пригласить всех, абсолютно всех, всех, кто знает про эти концерты, кто уже бывал на предыдущих, и тех, особенно тех, кто, может быть, ни разу как-то так случилось, может быть, еще не был. Вы будете, конечно, приятно удивлены и откроете для себя, уверен, новый мир. Новый мир. Поэтому приглашаем еще раз 30 апреля в 19.00 в Одесская филармония. Ждем вас. У нас в гостях Михаил Фрейдлин, продюсер концерта, и Алексей Петухов, джазовый композитор и музыкант. Поговорили мы о Всемирном дне джаза ЮНЕСКО, который будем отмечать в Одесской филармонии 30 числа в 19.00. Приходите, а я предлагаю вам сейчас послушать фрагменты предыдущих выступлений, которые были в прошлых годах. Не знаю точно, какой год, но я думаю, что здесь это не важно, потому что мы просто послушаем и насладимся. В студии провела с вами дневной эфир Татьяна Милимко. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок